Радио Ярселе Завтра для вас прозвенит последний звонок. Какие у вас в этом плане эмоции, ощущения? Ну, одновременно радости и грусти. Ну, радость, наверное, потому что все-все-таки закончилась эта школа. Почему грусть? Ну, на самом деле испытывается очень большая радость, потому что долгие годы учений, каких-то бессонных ночей кончатся. Да, но, конечно, есть и грусть. Это то, что не будет рядом любимых, когда ты будешь учиться где-то далеко. Это университет, это еще одна ступень жизни более важная. А так, конечно, радость. Является ли для вас этот день чем-то особенным? То есть воспринимаете ли вы его на самом деле как какой-то шаг на пути к новой жизни? Ну, конечно, это новый этап жизни. Мы уезжаем, начинаем жить самостоятельно. Важные решения. Это, ну, вот, как я повторюсь, жизнь новая без родителей, без родственников, которые могли бы помочь. И эмоции, на самом деле, волнение на волнение с такой ноткой радостной и восторженной, потому что ты не знаешь, что будет впереди. И на самом деле мы открыты новому всегда. И вот это очень интересно. А как вот оцениваешь свою готовность вот именно к этой самостоятельной жизни? Ну, конечно, мы не знаем на сто процентов, что будет. Никто не знает. Но я думаю, я готова. Я люблю что-то новое. Мне нравится, получается, бывать в новых ситуациях. Необычных для себя, ведь тогда ты можешь испытать себя, посмотреть на что ты можешь. А вот вообще моральная готовность вот к этому последнему звонку какая? Потому что действительно многие воспринимают этот день там со слезами, кто-то там с улыбкой до ушей. Вот как вот ты оцениваешь свой настрой на этот день? Как вы сказали, улыбка до ушей, потому что последний звонок – праздник. И мы готовимся, 11 класс, выпуск, конечно, этого мероприятия. И все-все-все очень интересно будет посмотреть на то, как все мы преподадим и как все это будет. Ну, последний звонок – это все равно все-таки не последний, грубо говоря, день в школе. И потом предстоят экзамены. Какие экзамены выбрали для сдачи и почему именно эти? Обязаю русский язык, так как он обязательный. Математика-профиль и физика. Физика нужна для поступления в технические университеты. То есть, получается, ты как бы именно целенаправленно выбрал эти экзамены, потому что они тебе пригодятся для дальнейшего поступления, то есть не просто так? Да. А на кого планируешь? Планирую поступать на специалиста по обслуживанию объектов добычи газа и газоконденсата. То есть ты у нас будущий «Газпромовец». Да. Сложно даже на слух воспринимать. Татьяна, а ты какие выбрала экзамены для себя? Ну, я взяла тоже нелегкие, я взяла русский математика, ну, как обязательные, и английский, общество знания, для того, чтобы потом поступать на учителя английского, скорее всего. Вот. Так, подготовка-подготовка только на что. Присутствует ли вот это вот предэкзаменационное волнение, и как вообще планируете с этим справиться именно перед самим экзаменом? Конечно, есть волнение, но чтобы с ним побороться, не нужно думать о том, что ты не сдашь или наберешь маленькое количество баллов. То есть просто вот именно уверенность в себе и... Но не очень много уверенности, потому что она может тоже на это повлиять. Главное подготовка. Просто готовиться, готовиться. И лучше по чуть-чуть, и долгое время. Чем перегореть, пытаясь запомнить очень много материала в маленький срок. Ну вот вообще же, как советуют, допустим, специалисты, да, что самый классный вариант, это последний день перед экзаменами дать себе отдохнуть. То есть заняться именно каким-то любимым делом, там, пусть это будет какой-то хобби, да, спорт, либо просто компания с друзьями. Как вот вы именно к такому совету относитесь? Или все-таки планируете последний день перед экзаменами вот в учебе полностью просидеть? Ну, я думаю, лучше отдохнуть будет перед экзаменом, потому что ты будешь решать перед экзаменом, еще придешь, еще будешь решать. То есть мозг кипит, и все. То есть именно для избежания вот этой загруженности информационной. Ну, на самом деле, вот сколько раз разговаривали с друзьями, у каждого свой путь. Кто-то, наоборот, очень усердно готовится перед последним, вот в последние часы даже, так сказать, и ему это помогает. А кто-то может готовиться, у него в итоге в голове может быть каша, он срывается и пишет на минимальные баллы. У каждого по-своему это не предугадать. Даже у себя порой ты не знаешь, как тебе лучше поступить, подготовиться или все-таки расслабиться, отдохнуть, что-то сделать для души. А вот затронули уже тему специальностей, да, вот Татьяна, на кого ты собираешься поступать? Вот ты говорила, что возможно, да, преподаватель. Почему такое решение? Ну, на самом деле я не хочу преподавать. Это будет крайний случай, но я думаю, педагогическое образование, оно важно для взаимодействия с людьми. Это поможет нам, ну, не в будущем, не только в работе, но и в обычном общении, чтобы проще было говорить с людьми, проще какие-то, может быть, сделки, если я буду работать в фирме, совершать. Это всегда пригодится. А куда собираешься поступать именно? Какой это будет город? Ну, планирую в Нижний Новгород, на, вот, учителя в Мининский университет. Пока вот такие планы, но тоже нельзя предугадывать. А в каком городе ты планируешь учиться, Алексей? Я планирую учиться в Питере. Почему выбрал именно Питер, а не какие-то другие города, где можно также найти вот профессии, ну, институты вот с этими же профессиями? Там у меня много родственников и много знакомых, я думаю, они будут поддерживать. Ну, то есть, в принципе, я так понимаю, что это все равно будет легче для тебя, для самого, нежели учиться где-то в городе, где нет там никого близких. Ну, да, конечно. То есть, это чисто такое, как бы, удобство в моральном плане больше, да, в плане поддержки. А вот, да, если вот тоже вот говорить о профессиях, сейчас же вот очень многие поступают, да, на юристов, там, на экономистов, на бухгалтеров. Вот, вот, как вы считаете вообще, какие сейчас профессии вот более необходимы и чем руководствовались вы в плане выбора профессии для себя? Ну, я два года уже учусь в «Газпром-классе», и им нужны специальности, связанные с техническими, там, требованиями, там, обслуживания каких-то объектов, либо ремонт их. А то, что какие самые необходимые профессии, я думаю, это инженер, потом, может быть, учитель и... И... Образование всегда в моде. И этот... IT-программистов. Вот, ты говоришь, что учишься в «Газпром-классе». Само вот это вот обучение повлияло, ну, вот в этом классе повлияло на твой выбор, или это все-таки больше твоя личная инициатива? Ну, да, повлияло. Я ездил на слет «Газпром-классов», там было углубленное изучение вот этих профессий, и вот как раз мне, интересно, должность попалась. Ну, то есть, я так понимаю, там было что-то наподобие практической игры? Ну, да. Ну, то есть, где были распределены роли, да, тебе там досталась какая-то своя, которая тебя зацепила. То есть, я правильно понимаю? Да. А, Татьяна, как тебе вообще вот пришло вот это вот решение, на которое, ну, по поводу твоей профессии, с чем это было связано? То есть, там, с каким-то престижем, может, с заработной платой, или вообще вот с сферой деятельности, на которую ты хочешь поступать для тебя, чем, ну, вот как-то близка? Ну, на самом деле, у меня много людей в семье учителя, но, несмотря на это, меня никак, на меня никак не влияло то, что я тоже собираюсь стать учителем. Ну, я думаю, английский язык — это возможность путешествовать, это возможность знакомиться с новыми людьми, и это знаком... ну, это возможность узнать что-то новое в плане культуры. И вот это меня как раз-таки и притянуло на то, чтобы стать учителем английского. Ну, может быть, я и не свяжу, конечно, эту профессию именно со школой, с каким-то репетиторством, но почему бы нет, кто знает. А вот вообще, ребят, как вот проявляли себя в школьной жизни, то есть являетесь ли вы там активистами в какой-то еще там школьной деятельности, не являющейся вот в основной? И как вот вы считаете вообще вот эта вот деятельность активная поможет ли вам в дальнейшем в вашей жизни? Я участвовал на олимпиадах различного уровня, то есть Газпром-олимпиада, Всероссийские олимпиады школьников. Вот, например, в этом году я победил на муниципальном уровне, на окружном, и был участником на всероссийском уровне школьников. А какие предметы были? По технологии, да. Эта активность проявляется в, может быть, организации мероприятий или сборов каких-то данных. То есть я не считаю, что это прям активная деятельность, это рутина, школьная рутина. Нет, ну все равно это же прививает некие организаторские способности, я полагаю. Может быть, на самом деле, потому что организовать столько людей, это не три человека, не два, а может быть там 25, 20, 15. И каждому нужно найти подход, чтобы всех организовать, всех сплотить и сделать какой-то проект, так сказать. На это нужны силы, и не думаю, что есть какие-то способности, это все опыт, только опыт и практика. Умение общаться и находить новых знакомых за короткое время. А у нас короткий перерыв на небольшую рекламу. Оставайтесь с нами, и скоро мы вернемся. Радио Ярсале Снова привет всем, кто слушает нас и смотрит. А для тех, кто только что присоединился, сообщаю. Сегодня гости в нашей студии Алексей и Татьяна, будущие выпускники и ученики 11 классов Ямальской средней школы-интернат. Ребята, планируете ли вы после обучения вернуться в Ярсале, или все-таки хотите там покорять какие-то другие города, регионы? Ну, про Ярсале не надо забывать. Конечно, может быть, раз в два года или больше приезжать, здесь будут знакомые, с ними увидятся. То есть, именно, допустим, в плане работы, в отношении работы нет таких планов, чтобы вернуться в Ярсале и продолжить свою деятельность здесь? Ну, если здесь найдут нефть, то, наверное, приеду работать. Вышка. Да. Татьяна, у тебя как в этом отношении? Нет. Какие планы? Нет, потому что в городе, конечно, больше возможностей для саморазвития, в городе больше возможностей для того, чтобы открывать себя, попробовать себя в новых сферах, может быть, в жизни, да, образование, может быть, поменяется все. Кто знает, я выучусь на учителя, а потом у меня что-то захочется новое. Я думаю, в Ярсале, если я приеду, то я буду учителем до конца жизни. А так? То есть, в планах возвращаться в Ярсале только если кому-то в гости у обоих? Ну, или нефти. В гости к нефти. Школа все уже почти позади. Как вы можете писать вот эти два последние года своей школьной жизни? Что из этого, да, к примеру, вам запомнилось больше всего, что вот останется с вами там вот в памяти ближайшие несколько лет? Ну, самое интересное, я считаю, что это появление такой организации, как Фаблаб. То есть, она помогла мне еще больше определить свою специальность. Мне стало интересно проектировать, делать какие-то 3D-модели. То есть, получается, ты непосредственно принимал участие в каком-то моделировании, да, в плане работы Фаблаб? Да, принимал. А что, Татьяна, ты можешь в этом плане сказать? Вот чем тебе вот эти вот два, грубо говоря, года, вот эти последние школьные жизни, вот уже старшие классы запомнились больше всего? Конечно, 10-й, 11-й класс, ты понимаешь, что надо готовиться к экзаменам, и все, Таня, готовься, готовься, тебе надо сдать, сдать. И эти мысли на самом деле очень угнетают всегда. И любого человека, хоть ему 15, хоть ему 20, хоть ему 40, так, когда ты понимаешь, что есть что-то важное, тебе нужно готовиться, и это еще больше тебе мешает. Я имею в виду про стресс. А так, ну, очень запомнили школьные дни, естественно. Это, может быть, не самые правильные вещи, такие как уроки, может быть, уход с ними. Мы, конечно, научились договариваться по каким-то вопросам. Ну, а так, школа, самое основное, это школа, и все. А какие вообще еще есть планы на будущее после школы? Ну, я имею в виду, кроме вузов, да, потому что кто-то, грубо говоря, уезжая учиться, сразу же там планирует какую-то, скажем, там, спортивную деятельность, там еще какое-то развитие в какой-то сфере, да. Я знаю ребят, которые уезжали, да, поступали учиться, но кроме учебы, ну, там, были там просто какими-то общественниками, волонтерами. Вот кроме этого, видите ли еще вот какие-то, ну, кроме учебы, видите ли какие-то перспективы впереди? Ну, я планирую дальше заниматься спортом, играть в баскетбол, и поступить на военную кафедру, мне интересна военная тематика. Татьяна, у тебя как в этом плане? Какие мысли? Так, ну, надо хотя бы поступить. А, то есть пока все-таки первый план – это именно поступление, не отвлекаясь, да, ни на что-то другое, то есть не устраивая там иных планов. Конечно, надо поступить сначала, потому что можно надеяться, надеяться, там, ну, это все сделаем, все прокатит, а в итоге ни с чем останемся. Поступить, потом уже надо смотреть из того, какое время у тебя останется, количество его, и распределять время. Может быть, для себя что-то начать, может быть, бизнес открыть, может быть, общественные работы продолжить делать. Это все со временем. А вот скоро у вас последний звонок, все равно это будут какие-то мероприятия, какая это будет, ну, концертная программа, сами участвуете в этом? – Да, да, мы участвуем. Я, например, как это называется? – Ты пальцы не слышишь? – Да, точно. Еще, блядь. Ну, кроме пальца, я еще эту девочку несу, первую пальцу, она изменит в колокол. – В колокольчик? – Да. – А, ну, то есть это твоя фотография в газете, да, где-то? – Да, вот. – С девочкой. – Татьяна, ты какое участие принимаешь в организации в последнем звонке? – Ну, у нас с Лешей Сценко идет, это раз. Во-вторых, я говорю речь при дарении подарка президенту, директору. – Президенту школы все правильно. – Да, директору школы. А так все больше, минимально, чтобы к акционерам готовиться. – Ну, и давать ваши пожелания, то есть вашим одноклассникам, вообще там будущим выпускникам в преддверии последнего звонка экзамена выпускного. – Хорошо проведите последний звонок, но не забудьте подготовиться к экзаменам. – Ну, что я могу сказать, Алексей, Татьяна, спасибо вам за беседу. – Ну, и вам тоже в преддверии всех этих этапов успеха, естественно, хорошего настроения перед экзаменами вам ни пуха ни пера, чтобы все сложилось, чтобы ваше будущее на самом деле сложилось именно таким, каким вы его для себя видите. – Спасибо. – И спасибо нашим слушателям и зрителям за то, что были с нами. С вами был Василий Крылов. До новых встреч на канале ЕТВ и на Радио Ярселя.